Они ненавидят русских. Кажется, это норма. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский федеральный университет посетит министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. Ожидается, что в рамках визитов в Казань и набережные Челны будет обсуждено строительство двух общежитий и инженерного корпуса на площадке вуза в набережных Челнах. Казанский университет принимает делегацию университета Саран. В рамках визита состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между КФУ и университетом Саран. Целью настоящего документа является развитие международного сотрудничества и укрепление связей между КФУ и университетом Саран в области образования и науки. Я выражаю огромную благодарность руководству вуза за гостеприимство и подробную презентацию. Очень хотелось бы посетить ряд лабораторий Института геологии и нефтегазовых технологий. За последние несколько месяцев значительно увеличилось политическое давление других стран в отношении России. Это сказалось не только на различных международных договоренностях, но и на отношении к русским, которые теперь периодически сталкиваются с дискриминацией. Как зародилась русофобия в странах Прибалтики, узнаете в следующем сюжете. Судьбы России и стран Прибалтики исторически тесно переплетены между собой. Литва, Латвия и Эстония в разные исторические периоды являлись частью Российской империи и Советского Союза. Однако, несмотря на общее историческое прошлое, в странах Прибалтики время от времени обостряется русофобия. Вот и сейчас вместе с усилением санкционного давления в адрес России наблюдается новая волна усиления русофобских настроений в других государствах, в том числе Латвии, Литве и Эстонии. В настоящее время мы с вами знаем, что ситуация обострилась до того, что прибалтийские государства в разное время и ограничивали передвижение российских грузов на территорию Калининградской области под предлогом того, что переводятся грузы, которые ограничила к перевозке Европейский Союз. Это в частности делала Литва. Дистанция между Россией и странами Прибалтики начала возрастать после их вступления в Европейский Союз. Сейчас в Эстонии, Латвии и Литве в активном темпе демонтажу подвергаются советские памятники. Эксперты связывают эти события с русофобией. По их мнению, один из тезисов, разжигающих ненависть, берет начало в прошлом. В Латвии и Литве период пребывания в составе Советского Союза официально считается оккупацией. В отношении с русским языком были проблемы, и территориальные претензии в отношении России в разное время предъявлялись. Но в последние годы ситуация, конечно, очень обострилась. И мы видим примеры просто открытой русофобии. Эксперты отмечают, что отношения с Прибалтикой в политической практике России уже на протяжении длительного периода является одними из самых сложных. Каждое государство выбирает свой путь развития. Однако хочется верить, что курс, выбранный странами Балтии, не станет причиной усиления дискриминации в отношении россиян и русскоговорящего населения. Маргарита Михайлова, Карина Саяхова, Универньюз. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института КФУ продолжается образовательная смена для детей из Донецкой Народной Республики. Подробности в следующем сюжете. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института КФУ продолжается образовательная смена для детей из Донецкой Народной Республики. Участники заезда отмечают, что программа в лагере невероятно насыщенная. Так, 23 августа в Буревестнике состоялся День науки, в рамках которого были проведены различные лекции, мастер-классы и тренинги, организованные преподавателями Елабужского и Набережно-Челнинского институтов КФУ. Ребята познакомились с научными направлениями, реализуемыми в ВУЗе, а также последними достижениями в мире современных цифровых технологий. Часто экскурсии проводят, каждый день буквально. Они очень интересны на разные темы и проводятся уроки. Вчера у нас был урок роботостроения, где мы построили своего робота и даже могли им управлять. Сегодня у нас было про искусственный интеллект, тоже очень интересные лекции. Скоро у нас будет еще один. 24 августа ребята отправились в Елабугу, где познакомились с Елабужским институтом КФУ. Студенты, сотрудники и преподаватели рассказали об истории ВУЗа от времен епархиального училища до наших дней. Была организована и экскурсия по университету, в рамках которой гости из Донецкой народной республики побывали в учебных лабораториях и побеседовали с преподавателями ВУЗа. Заведующий отделением математики и естественных наук Загир Латипов продемонстрировал им физические опыты. Ребята также посетили музей купечества Елабужского института КФУ и музей археологии. Второй точкой назначения стал Дом научной коллаборации имени академика Валиева, где ребята самостоятельно смогли нарисовать мультик, побывать в виртуальной реальности и научиться о зам графического дизайна. Специалисты центра вместе с участниками смены собирали кубик Рубика, играли в шахматы и управляли квадрокоптером. Мне нравится, что к нам в лагерь очень часто приезжают люди, которые нам рассказывают очень интересные вещи, которые нам, я думаю, помогут в будущем. Еще мне очень нравятся дискотеки, где собираются все отряды и мы очень хорошо там все проводим время. Отметим, что федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке Минпросвещения России и Миноборнауки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой Народной Республики проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России. Смена на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института КФУ продлится 10 дней и завершится 30 августа. Маргарита Михайлова, Айдар Нурмеев, Универньюз. В Акушерском отделении университетской клиники КФУ провели плановое кесарево сечение, используя метод органоплазменной коагуляции. Все подробности смотрите далее. В Акушерском отделении университетской клиники КФУ провели плановое кесарево сечение, используя метод органоплазменной коагуляции, другими словами АПК. Органоплазменная коагуляция – это метод современной хирургии, с помощью которого энергия тока высокой частоты передается на ткань бесконтактным способом, с помощью ионизированного газа – аргона, с образованием органоплазменного факела между электродом и тканью. Преимущественным данным методом является то, что происходит гемостаз бесконтактным способом, тщательный гемостаз и уменьшение продолжительности операции. Также использование органоплазменной коагуляции оказывает бактерицидные действия, ну и плюс ко всему улучшаются процессы репарации тканей и уменьшается спаечный процесс. Процесс восстановления после такой операции происходит быстрее по сравнению с классическим кесаревым сечением. Активизация пациентки происходит в палате интенсивной терапии. Уже через 6 часов после операции она сможет активно двигаться. Ежегодно в роддоме униклиники на свет появляются более 2000 детей. Врачи отделения успешно совмещают практические знания и научную деятельность. В нашей операционной сейчас новая лампа со встроенной видеокамерой с высоким разрешением, которая позволяет визуализировать весь ход операции, что крайне удобно и важно на занятиях со студентами и ординаторами. В Акушерском отделении университетской клиники Казанского федерального университета созданы безопасные и комфортные условия для роженицы с момента поступления и до самой выписки. В пятницу 19-го, на 28-го, в 15-20 стала мамой. Честно говоря, вообще очень-очень довольный персонал, абсолютно весь. Просто суперский, я даже не знаю, самый лучший, наверное, тут. Все врачи очень хорошие и условия тут, все вообще просто супер. Вообще очень все понравилось. И за ребенком очень хорошо смотрит, постоянно все приходит. Ну, у меня прям вообще просто все положительные эмоции. Отметим, что органоплазмный коагулятор произведен в Екатеринбурге. Отечественный аппарат может практически все, что востребовано в современной электрохирургии. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз. Вокалист – это не только тот, кто поет, но и тот, кто разбирается в общей музыкальной грамоте. О том, как свой путь строила любимица республики Татарстан Саида Мухамедзянова, узнаете в сюжете Алины Красильниковой. В Казанском федеральном университете прошли съемки клипа Саиды Мухамедзяновой, участницы второго сезона шоу «Голос». Основная задумка клипа – донести до зрителей тяжелую историю двух любящих людей. По словам девушки, это последняя часть трилогии, которая снимается в ленинской аудитории Казанского университета по мотивам произведения Фатиха Кареми «Мурзы Казыфа Тима», что в переводе означает «Дочь Мурзы Фатима». Это история о любви, и мы почему выбрали именно эту аудиторию, так как она подходит под наш временной промежуток, это начало 20 века. Сейчас я нахожусь в костюме девушек-гимназисток, высших женских курсов. Поэтому нам нужна аудитория, чтобы заснять именно учебный процесс. Первая часть трилогии показывает историю любви девушки из богатой семьи и бедного парня. Та самая ситуация, когда из-за неподходящего социального статуса родители становятся против союза молодых. К тому же парень работал в их доме садовником, что непозволительно для связи с девушкой. Клип заканчивается на том, что отец выгоняет возлюбленного дочки из дома. Предполагалось, что это и будет завершением всей истории, но потом появилась идея ее продолжить. Так и появилась вторая часть. В ней создатели показали тоску девушке по возлюбленному. Из-за рождения новой сюжетной линии, где отец находит новую партию из богатой семьи. Заканчивается часть на побеге дочки из семейного гнезда. В третьей часть я уже попадаю, как раз-таки я сбегаю из дома с письмом, с рекомендацией. И попадаю в женский курс, вот в этот высший женский курс, где учатся девушки, получают образование. Все закончится хайпи-эном. Это вот большой спойлер. Саида Мухамедянова успевает буквально все. Девушка учится в Казанском федеральном университете, участвует в студенческой весне и дни первокурсника. А параллельно с этим становится восходящей звездой эстрады республики. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Ариадна Кугушева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok